В студии Татьяна Голубева. И в ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в этом эфире. Оказалось, на улице жительница Барнаула стала жертвой черных риэлторов. Поплыли. В Барнауле готовятся к открытию сезона речной навигации. Сегодня Международный день танца. Так как движения и ритмы помогают жить, несмотря ни на что. Другие мышцы затрагиваются и поэтому происходит вот та же самая реабилитация. Сегодня стало известно, что приговор в отношении лихача Александра Руденко будет пересмотрен Алтайским краевым судом. Правда, от кого именно поступила апелляционная жалоба, пока не уточняется. Дата заседания также неизвестна. Напомним, Александр Руденко стал виновником аварии на проспекте Ленина, в которой погибло женщина и двое детей. Суд Центрального района приговорил Руденко к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Родственники погибшей в аварии девочки в день оглашения приговора намерены были обжаловать это решение в вышестоящем суде. А Владимир Путин назвал беспределом заключение Марии Бутиной в тюрьму. В пятницу в Вашингтоне состоялось судебное заседание. Там наши землячки вынесли приговор 18 месяцев тюремного срока. Те 9 месяцев, что девушка уже провела в заключении, ей зачтут. После Бутину депортируют в Россию. После оглашения приговора МИД страны заявил, что решение суда политически ангажировано. И по сути девушку осудили только за то, что она является гражданкой России. Владимир Путин добавил, что американский суд удерживал девушку безосновательно. Он отметил, процитирую, это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон. Напомним, Мария Бутина признала себя виновной в незаконной деятельности в интересах России. Она пошла на сделку с американским следствием, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения. А на днях в нашу редакцию обратилась жительница Барнаула, которая, по ее словам, попалась на удочку черных риэлторов. На протяжении полутора лет она не может попасть в собственный дом. Сейчас в нем проходят церковные службы и трудовая реабилитация. В ситуации разбиралась Ирина Корчагина. На мне больно, мне тяжело. Я и сегодня, когда ехала сюда, мне слезы подступают в глаза мои. В свой дом Ирина Швецова не может попасть полтора года. Теперь здесь официально, имея все необходимые документы, живут последователи протестантской церкви. И здесь же, по словам женщины, находится реабилитационный центр для наркозависимых. Участок принадлежит пастору. Восемь мужчин живут в одном доме. Да. Вы семья? Да. Все живет, все растет. В шрачу нету, все аккуратно. Евангельские христиане появились на этом участке после того, как Ирина взяла в долг небольшую сумму под залог жилья в одной из микрофинансовых организаций. Женщина рассказывает, спустя время поняла, что попалась в руки черного риэлтора, который просто перепродал ее дом. Если смотреть на документы, то получается, что так оно и получается, что мы оформили договор купли-продажи. Хотя, это когда ситуация была, то есть мне это объясняли тем образом, что это ничего не значит, это не договор купли-продажи, что это мы тебе деньги даем под залог этого дома. Огненные церкви могут все! Огненные люди могут все! Получается, что огненные люди живут в этом доме на полных правах. Вы нам дом не продавали. Никто? Вы нам дом не продавали. Вы слушайте меня, пожалуйста. Мне никто нигде не отказывал. Ирина Швецова неоднократно обращалась в полицию. Каждый раз отказ. Нет основания для возбуждения уголовного дела. Юристы говорят, что ситуация сложная, ведь, по сути, женщина собственной рукой подписала договор о продаже дома. Такие ситуации могут решаться, если на самом деле правоохранительные органы обнаружат в действиях этого нелегального кредитора и в действиях его же, как собственника, действия, которые нарушают закон. Ирина знает, что она в Барнауле не единственная жертва черных риэлторов. Но, как говорят знающие люди, шансов у женщины очень мало. В таких случаях суд, как правило, встает на сторону кредитора, а не потерпевшего. Ведь он собственноручно подписал роковой документ. Ирина руки опускать не намерена. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжаем выпуск. Прокатиться с ветерком на теплоходе можно будет уже в конце этой недели. В Барнауле открывается сезон речной навигации. Наша съемочная группа побывала на палубе теплохода «Прибо» и пообщалась с капитаном судна, который за штурвалом корабля уже больше 30 лет. Всего несколько минут. Это огромное судно весом больше 100 тонн. Для сравнения, обычный легковой автомобиль не весит и двух, начинает рассекать обские волны. Легкий ветерок, шелест воды, романтика. Именно она и привлекла в свое время рулевого корабля Михаила Нуреева. За штурвалом он уже 30 лет. Говорит, работа тяжелая, но уйти из профессии не хотел никогда. Даже когда жизнь висела на волоске, признается капитан. Ну, самые экстремальные у нас были случаи, когда мы на водохранилище работали. Там, когда попадали в шторм, допустим, и прятались вообще за пределы судового хода, за острова просто выходили. Мы вынуждены это самое, спрятаться за острова, иначе спастись от шторма, когда он тебя захватывает на самом широком месте. Там ширина до 17 километров доходит. Там иначе не спрятишься. Прибой, струя, русло, речной флот Алтайского края насчитывает 200 кораблей – пассажирских и доварных. Правда, все они 60-х, 80-х годов постройки. Закупать новые судна в крае пока не планируют. Это очень дорого. Стоимость одного – порядка 40-60 миллионов рублей. Именно об обновлении флота в нашем крае речи не идет. Мы нацелены на восстановление и ремонт существующего флота. Мы ведем работы по модернизации буксеровых толкачей, восстановление барж, площадок для перевозки грузов. В прошлом году на прогулочных и рейсовых теплоходах прокатилось 63 тысячи человек. Это почти на 30% больше, чем позапрошлом. Дело в том, что сейчас краевые власти активно поддерживают речные пассажироперевозки. У нас действует соглашение уникальное между правительством Алтайского края и Росморечилотом. В рамках этого соглашения нашим филиалом обслуживаются внутренние водные пути, подходы к таким линиям, как Бобровка, Раскальзика, Кокуйская. Также у нас идет субсидия именно пассажироперевозчика основного, который возит пассажиров. И цена на билет, она меньше, чем цена на билет на автобус. Например, чтобы добраться по реке до Бобровки, взрослому нужно заплатить всего 56 рублей. Это Расказихе 82 рубля. Несмотря на то, что речной флот края не может похвастаться шикарными кораблями и яхтами, спрос на него есть. Ведь совершенно точно, куда приятнее дышать чистым воздухом, чем задыхаться в маршрутках. Прокатиться с ветерком на корабле можно уже будет 5 мая. В этот день открывается сезон теплоходных прогулок. Так что приходите и наслаждайтесь этой неописуемой красотой. А насладиться летними каникулами, используя и провести время намерены барнаульские школьники и их родители, которые через интернет купили более 20 тысяч путевок. В этом году такое практиковали впервые и опыт признали удачным. Всего в детских оздоровительных лагерях отдохнут летом 175 тысяч детей. Из них 9 тысяч школьников поедут на профильные смены, спортивные, научные, творческие. Сейчас готовят площадки для летнего отдыха. Первая смена начнется 9 июня. В настоящее время в Алтайском крае идет подготовка к проведению окорицидной обработки во всех 60 загородных организациях отдыха и оздоровления. Заключены договоры на проведение обработки. Ведется работа по очистке территории, а также по восстановлению ограждений и периметров загородных лагерей. Известно, что на улучшение материально-технической базы муниципальных лагерей из краевого бюджета в этом году выделят 55 миллионов рублей. Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут 75% алтайских школьников. К сожалению, в этом списке нет 8-летнего Глеба из Шалаболихинского района. Мальчик борется за свою жизнь и без помощи ему очень трудно. В ноябре прошлого года ребенку поставили страшный диагноз – опухоль мозга. Сейчас мальчик почти не может двигаться и говорить. Экстренная операция, химиотерапия и дальнейшие процедуры вызвали осложнение. Теперь питание возможно только через зонт. Суточная норма стоит полторы тысячи рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы он полноценно мог вести образ жизни, что дальнейшее лечение нам нужно, чтобы питаться как положено, но не через зонт, как на сегодняшний момент он питается. Ну и мог себя обслуживать самостоятельно, потому что он слышит, реагирует, как тут дети бегают, играют, а он себе не может этого позволить. Для того, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни, необходимо подобрать препараты. Пока организм их не принимает. Совсем скоро Глебу проведут еще один курс химиотерапии. После определится дальнейшее лечение. Но продолжать его очень дорого. Мы просим телезрителей помочь, спасти Глеба и перевести любую сумму на номер банковской карты, который вы видите сейчас на экране. А многодетные семьи Края помощь уже получают. Бесплатную юридическую проект Краевой общественной организации «Много деток хорошо» стал победителем всероссийского конкурса и получил президентский грант, рассказывает Елена Кузовкина. Кто со мной строит дом? Я. Вперед! Сейчас у Натальи есть дом, настоящий, не из кубиков. А несколько лет назад за собственную крышу над головой женщине пришлось бороться. Трагедия случилась в 2014 году. Тогда многодетная семья Кузовлевых жила в Бийске. С помощью материнского капитала купили квартиру, сделали ремонт, готовились к рождению пятого ребенка. Но возвращаться из роддома с младенцем на руках Наталье оказалось некуда. Паводковые воды затопили и полностью разрушили жилье. И эта беда не пришла одна. Ударом для женщины стала новость о гибели любимого мужа, отца детей. Его ограбили и убили. Когда вот начинаешь объяснять, сейчас я более-менее как бы успокоилась, уже все равно еще теребить, тяжело это все вспоминать, тяжело и страшно. А тогда я совсем не могла говорить без слез, без истерик. Я только начинала что-то объяснять, у меня слезы градом, я задыхалась и не могла говорить. И вот Светлана Алексеевна меня прям так по родственному обняла. Как бы была не только юридическая помощь, грандиозная была проведена со мной работа, психологическая. Светлана Алексеевна – это председатель краевой общественной организации «Много деток хорошо». Именно к ней, оббивая пороги несправедливости и коррупции, добралась доведенная до отчаяния Наталья. Уже тогда в нашем крае отдельным категориям граждан предоставляли бесплатную помощь юристам. Но далеко не все специалисты соглашались на такую работу, поскольку денежная компенсация, предусмотренная государством, совсем небольшая. В зависимости от сложности дела юрист может взять за свои услуги и 10, и даже 100 тысяч рублей. Для многодетных семей эти суммы не подъемные, а проблемы были и есть. Юридические услуги, они не дешевые? Ну, фонд президентских грантов нам на сегодняшний день оплачивает юристов и канцелярские расходы, и все наши поездки, и командировки. Мы составляем бюджет, этот бюджет утверждается фондом, и нас финансирует полностью фонд президентских грантов. Благодаря президентскому гранту в шести городах края удалось открыть приемные правовой неотложки. Министерство социальной защиты помогает с помещениями, ищет специалистов. Только в Барнауле на бесплатный прием к юристу в день приходит до шести человек. Могли бы принять и больше, но вопросы сложные, и решать их приходится долго. Самые частые вопросы, к сожалению, это взыскание алиментов, разводы, разделы имущества. К сожалению, это самое основное такое обращение. Очень часто обращаются за оформлением права собственности на земельные участки, на недвижимость, на реализацию средств материнских капиталов. Проект краевой общественной организации стал победителем Всероссийского конкурса социально значимых инициатив. Награждение состоится в середине мая в Уфе. К слову, сейчас в Алтайском крае проживает более 28 тысяч многодетных семей, и практически каждой из них необходима в том числе юридическая помощь. Наталья Кузовлева ее уже получила. Затопленную квартиру в Бийске признали аварийной и предоставили новое жилье. Многодетная семья переехала в Барнаул. Здесь женщина встретила мужчину, который подарил веру в будущее и помог прийти в себя от прошлого. А на вопрос, планируете ли вы еще детей, Наталья скромно ответила, как Бог даст. Ведь много деток. Хорошо. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Сегодня профессиональный праздник. У тех, кто знает, что такое Гранд Батман и Плее День танцев празднует по всему миру, моя коллега Дарья Эйдемиллер познакомилась с необычной танцевальной парой. Познакомит и вас. Кажется, что кружится вот так легко для обоих партнеров, но каждое движение танцоров точно выверено. Татьяна Костенко танцует уже 6 лет. В Инваденс пришла случайно, это было частью реабилитации после попытки свести счеты с жизнью. Когда получила травму, в 18 лет я приехала в центральный дом-интернат у нас в городе. Ну, так сложились жизненные обстоятельства. И там уже занимались танцами на коляске, там был свой хореограф. Там Татьяна нашла любовь, вернее, сразу две – танцы и будущего мужа. Сейчас у девушки в репертуаре 7 номеров. Она каждый год участвует в солнечном бале, уже дважды была победителем в номинации Инваденс. Но не на каждой технике можно сделать удачные па. Вообще неподготовленному человеку на коляске трудно даже передвигаться. Вот Татьяна любезно согласилась дать мне попробовать. Вперед-назад еще куда ни шло на поворот, и это уже что-то трудное. А у Татьяны есть специальная коляска, которая нужна только для танцев. Чем она отличается? Это колеса и, естественно, вес. У Татьяны за время ее танцевальной карьеры поменялось несколько партнеров. С Александром девушка познакомилась 6 лет назад. Он профессиональный хореограф, преподаватель в Институте культуры. К такому необычному дуэту у него свой интерес – научный. Александр пишет диссертацию о роли бальных танцев в реабилитации колясочников. Человек, когда попадает в инвалидную коляску, он, как сказать, не пользуется теми мышцами, перестает, да, которыми пользуются именно в хореографии, потому что все равно другие мышцы затрагиваются. И поэтому происходит вот та же самая реабилитация уже на физиологическом уровне. Сейчас партнеры готовятся к краевому фестивалю «Солнечный бал». Он уже 1 мая. Танцоров, которые участвуют в номинации «Инводэнс» – единицы, и это на весь регион. Татьяна в этом году представит лирический танец. Со своим номером она намерена уже в третий раз забрать главный приз. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком. Пожелаем Татьяне удачи и продолжим. В Барнауле прошла акция по озеленению дворов на улице энергетиков. Как посадка деревьев может превратиться в дворовый праздник? Смотрите в нашем сюжете. Для жителей комплекса времена года никакая погода не страшна. Несмотря на выпавший снег, за день посадили около 50 семейных деревьев. Все, как полагается, с фамильными табличками. Так организаторы акции из строительной компании «Союз» и управляющей компанией «Взлетная» захотели сплотить между собой соседей и положить начало традиции. Кажется, получилось. Мы, конечно, будем ухаживать за этим деревом. Конечно, хочется внести свою лепту в это мероприятие прекрасное. Хотелось поучаствовать и тоже, чтобы осталась память добрая, скажем так, от нашей семьи. Взрослые озеленяли, дети танцевали с аниматорами, а потом все вместе грелись у полевой кухни. И цель не просто веселье. Новое веяние и урбанистика, которое так активно продвигает видеоблогер Илья Варламов, подразумевает, что современные городские районы должны быть пространством для удобной и счастливой жизни. Этого и добивается строительная компания «Союз». Общение с людьми, такие мероприятия, ну это вообще, конечно, замечательно. Жильцы у нас очень довольны. Они вносят уже свои какие-то предложения. И «Союз», кстати, дорассматривает это и берет себе на вооружение. То есть она не просто сдал и забыл, нет. Он постоянно какие-то мероприятия, какие-то еще дает план, нет финансового вложения дел, постоянно. Развивать уже построенные проекты строительная компания «Союз» планирует и дальше. Например, такие озеленения жилого комплекса времена года устраивает уже не в первый раз и планирует сделать их традицией. Апрельский кураж прошел в Барнауле. Самые мощные внедорожники состязались в преодолении грязевых, песчаных и водных барьеров. Дополнительным испытанием для монструозных машин стал неожиданно выпавший снег. На сложных трассах показали себя и автомобили для городской комфортной езды. Подробнее в нашем сюжете. Настоящий зверь. Тот случай, когда банальная метафора подходит как нельзя лучше. Это про «Исузу Де Макс» – рамный внедорожник с дизельным двигателем от 5-тонного грузовика. Усиленная рама, прочный редуктор, трансмиссия от японской компании «Асин». В данном автомобиле, поставляемый на российский рынок, применена улучшенная шумоизоляция. Салона, подкапотного отсека. Также автомобиль имеет штатную подготовку режима эксплуатации до минус 30 градусов Цельсия. То есть это прописано прямо в сервисной книжке. Чем не может похвастаться, в принципе, практически ни один конкурент. У внедорожника «Исузу Де Макс» улучшенная трансмиссия и большие ходы подвески, что позволяет ему уверенно преодолевать бездорожье. Кроме названных плюсов, экономичное содержание, пятилетняя гарантия и большой межсервисный пробег в 20 тысяч километров. Самая главная – цена. Если легковой автомобиль В-класса максимальной комплектации сегодня стоит около полутора миллионов рублей, то рамный внедорожник «Исузу Де Макс» стартовой комплектации доступен уже от двух миллионов. Записывайтесь на тест-драйв в Парнауле в компании «Триал». Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok